За кулесами главной сцены Дворца Молодежи идут последние репетиции новой программы. Кто-то из участников имеет репутацию опытных мастеров среди своих же товарищей, а кто-то волнуется перед выходом на сцену как в первый раз или в один из первых. Коллектив является чемпионом России. Коллектив имеет призовое место Кубка стран Восточной Европы. Коллектив в этом году был победителем Кубка Центральной России. И много-много различных фестивалей и конкурсов у нас уже в своем багаже. Есть ли звездочки? Ну, конечно. Кого бы назвали? За кем мы будем следить? Вот Полина Корунова, вот она у нас как раз в центре стоит. У нее несколько сол и она у нас очень талантливая девочка. Мы ее готовим к поступлению в Институт культуры. Практически все участники студии получают условно-полупрофессиональное образование, чтобы иметь возможность самому определиться, в каком стиле удобнее работать после освоения обязательного классического танца. Мы не только современной хореографией занимаемся, мы и занимаемся и классическим танцем. У нас в коллективе есть классический станок, обязательно его даю я. То есть это, ну, скажем так, начальный балет. Мы, конечно, им ставим ножки, потому что без классики, к сожалению, в танце никуда. Когда уже азы классического станка получены или классического танца, там, до 12 лет, можно переходить уже к современной хореографии типа контемпорарий, джаз модерн, афроджаз и так далее. Это видно и по сценическому воплощению. Так выглядит классический танец. Все знакомо и выверено. А так может начинаться танец необычный. Впрочем, формальные условности зрителю, может, они так видны и важны. Ведь главное – экспрессия и талант. Я думаю, что современная хореография, она раскрывает более глубокий смысл каких-то интересных постановок, может быть, даже человеческих душ, но это если очень углубленно брать. Здесь подготовка, она и классическая, так как классика без классики никуда, это основа у нас. Но и берем современную и духовную часть из современной хореографии. Так что такое современная хореография? Это и фантазия, это и подчас бурлеск, символы, которые нас окружают в разных видах искусства, ограниченно вплетаются в новый танец. Наверное, так и должна выглядеть современная хореография. Сергей Берзин, Константин Бондаренко, информационная программа «День». Продолжение следует...